Продолжение следует... 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 на игровая статистика наверно лучше всего открыть добита отнято мне кажется чтобы увидеть кто будет фармить лучше а кто хуже так и смотрим вот состав 3d my love волон канди мэн не знаю это моего опыта игрок старкарта волон от их менеджер комментатор свободная камера туман да все хорошо и и к тени еще даже не успели так что смотрим да команда hd game банит и первых бывает котл по-другому если я конечно не ошибаюсь 3d банят люкс ассасина был забанен бэтрайдер ну да сильный герой очень соло даже очень сильный герой простила сложно играть 3d банят виспа так hd game выбрали драксир а как-то они очень быстро пикают мне кажется 3d выбирает магнуса сильный кэри станет достаточно сильный лейт магнус был добавлен относительно не так давно пару месяцев назад хороший такой герой добротный 3d также выбирает лайфстиллера власти лир судя по всему пойдет в лес у нас гулять да вот это хороший выбор как слышал его обычно примерно так выбирает вторым третий герой бэйна берут у него очень полезной способности как 2 так и ульт и посмотрим дальнейший выбор что обидит hd game команда что пикнут играет он андрей динга андуй динга не знаю кого правильно выговорить андрей динга будут так называть до 3d берут гирокоптера 3d берут еще одного кэри вот так 3d берут еще одного кэри и кэри достаточно сильный на самом деле если в умелых руках опять же ульта конечно у него не очень но вот скорость атаки и по крайней мере первые две обилки очень и очень хороши до тем временем hd game забанили в арку 3d забанили бх балки hunter я честно говоря не понимаю из каких соображений они так делают вообще из каких соображений идут баны но в любом случае hd game забанили четвертым героем джекиру принципе на герой сильный вот еще один бан еще до и был пошел забанили луну hd game забанили рубика ну да рубика более или менее логично потому что его ульт очень очень хорош точнее его ульт это любая полезная способность у других людей будь то чарши пагнуса даже да и так можно сделать так и кого последний выберут того последним забанят 3d давайте посмотрим здесь не сильно еще косячу пока что пробую на самом деле только на и у них остается три секунды добаном ну да давайте быстрее не банят что ли или что это я слегка не понимаю да забанили финнов пейн клопу за баннерин да теперь пошел последние последняя стадия пошел выбор героев двух оставшихся и посмотрим кого выберут но в любом случае как мне кажется команде 3d не стоит брать еще одного этого кэри потому что у него их у них их и достаточно есть гирокоптер что как бы у него как бы нет пометки но по идее он очень сильный сильный лейт есть магнус есть лайфстиллер то есть это такие герои но по крайней мере лейт стиллер уда радианта очень и очень долго раскачиваться даже не берут более простого возможно не самого топового но очень и очень хорошего кэри свена да 3d выбирают shadow демона ну я остался по последнего героя у каждой команды свен взят это означает о том то что помимо контроля бэйна будет достаточно хороший массовый стан от свена также у него очень хороша для фарма 2 белка которая позволяет наносить урон сразу при нескольким целям а а и а и и и и и и и и как долго идет выбор героя снимаю и тут споры какие-то да выбирают на сирену на госире давайте почитаем ее убилки так а кажется по это это кэри ближнего боя у нее есть иллюзии та же самая как монтан первая также опутывает ее сетью не давая двигаться и репортироваться сетка ух ты нифига сеть и иллюзии неплохо все враги во время радиусе вокруг ноги на состоянии магического сна в котором они не могут кто на ух ты нифига себе прикольно прикольный герой надо будет как-нибудь попробовать за него сыграть да и наш гейм начинает сверху за дайр 3d играет за радиант вал он затоит хандера арбуз лавли ватермелон не знаю как правильный никнейм в любом случае он играет за магнуса кисель играет за лайфстилера за сф играет кэнди мэн и мой лав играет за гирокоптера за свена играет донте за бэйна играет микком и он играет за андейдинга дарксира взял себе миккин и и давайте-ка лучше посмотрим на нормальный ник на него этого игрока зинк хорошо зинк взялся на гум не могу им на еще кто-то подошел привет привет стрим клан вар по доте наших дотеров рамках лидейского алло хорошо никос и своя направляется на топ дарксир бежит на бот так и третьим третьим на топ идет не он своим андейдингом дарксир идет по моему соула на бот это очень-очень интересно посмотреть соло бот в исполнении дарксира обычно такое берет какой-нибудь в рейндж керри такую так вот такую роль он нашел наконец и подходящие слова для этого на мэллах идет на центр магнус бегает веселиться видимо ему расходилось жить бэйн ждет да и тут трипла идет на бот ну это понятно потому что здесь есть лайфстиллер который в скором времени времени убежит в лес достаточно скором да можно будет видимо соло играть на интересе посмотри как сирена справится с гирокоптером дарксиру нужно быть очень осторожным очень потому что есть шадов демон который может его придержать я бы так сказал конечно есть скорость да и он выбирает первым первая билка сеян шелл ракушечку так называемого кидаемую на себя или своих союзников насчет врагов честно говоря не помню но она насколько я понимаю отражать все равно так и мика запуливает да запуливает крипов из леса за дар это дело несколько удобней чем за радиан за райантов нужно пробивать здесь несколько деревьев будет удобней на самом деле и здесь как то как то вот здесь трипл и здесь трипл вроде неплохо так на самом деле пока еще не совсем понял кто hd game будет джанглером так называемым игроком который будет фармить нейтральных крипов в лесу хочу убрать эту табличку она мне надоело немножко и смотрим то что он пока что фармиться усилий на геракоптеры по фарму ему надо несколько проигрывает на миге дарксиру фармить вообще не дают 00 да и по фарму немножко похуже у радианта интересы поставлены светрики достаточно интересно на мой взгляд то есть они не караулят даже здесь руну хотя вот этот вот смотрят да и candy man забирает на сейчас кто-то из них заберет иллюзию если по всему это хочет взять мэлаф играющий на миде да на год дофармливает тут немножко крипов и а геракоптер бутылка на что это врунул бутылку и завязает ее скорее всего хочет как-то подпушить что ли кэнди мэн запуливает крипов да он их ведет каши смысл не понял вообще не понял смысла подарок силы так и первого как первого левела и остался пока что как был да здесь вот этот и по уходит тоже первого левела на лайфте фармиться до определенного уровня после которого скорее всего пойдет в лес ему нужно идти в лес когда фарма будет больше у его товарищи а вот как бы не сильно пострадается при этом его случае лучше заварить хендов не даст дабы фарм был лучше рука все равно собой окупится а потом можно будет разобрать когда понадобится делать как этот как эта штучка называется сейчас найду 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 и в определенной иду нет и нет 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 но они естественно сложно достаточно фармить да тут цены магнус фармят неоны бэйн бэйн фармится скорее в лесу да они он это так это support насколько я понял дейдингу вообще как бы не сильно важен леву и совсем не важен фарм так что такой герой саппорт танчики и у него естественно очень полезная тумба на удар актера достаточно плохо все с фарма на мой взгляд и по фарму несколько все-таки проигрывают сейчас hd3d фармят лучше лайфстиллер гирокоптер гирокоптер тут на миду это понятно ему ему сейчас сирена то ничего даже не сделает сирена не вкачивает иллюзии она вкачивает сеть она вкачивает волну и ульт у нее на сон тоже такой приятный очень так пришел бэйн на мид вот еще неподалеку бегает андейдинг хотят видимо попытаться забрать гирокоптера но майлав а майлав не видел этого он не мог это видеть тут у них нигде нету варда кидается сеточка подходит бэйн его прогоняет снимаем опуха да бэйн высасывать жизни но у гирокоптера дабыл дэмэйдж и с ним вообще очень сейчас опасно шутить пока он находится под действием руны да андейдинг активировал иллюзии сейчас скорее всего да он направляет просто за майлавом да активируется смог и баллон скандимана незаметно подходит и по всему они тоже сейчас попытается подкараулить действия ладно окончается и обновляется новый год команды да а тут два саппорта и свэн на на топе свэн фармит свэн неплохо фармит кстати 34 крипа на 7 минуте но несомненно это похуже чем у гирокоптера даже несмотря ой свэн 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 а что ты делаешь а где а где вот это вот где вторая белка как ты фармишь что ты делаешь сначала станет судя по всему куда он еще два плюса дел ладно непонятно или у него какой-то свой специальный билд не знаю то вот вот без этой вещи это прохлада на самом деле да магнус тут пожирнее будет с этим магнус пожирнее будет магнус фармит конечно не так хорошо но это вполне себе с ним а да у дарксира здесь вообще беда ничего от вас филлеров сделать не может по левел он достаточно сильно проигрывает а life стиллер выслир отжигается о я понял тогда чего не делают они тут стакают рабов не рабов а клипов периодически тут уже на мой взгляд такая так три есть и они будут постепенно фармиться таким образом на его дарксир решил пойти проверить чем это они здесь занимаются сейчас он увидит этот стек он увидит то что здесь фарбятся волоны и candy man да и кинул ракушку все правильно сделал немножко это помешает да тут в принципе более или менее ровно нога с гирокоптером хотя гирокоптер несомненно выигрывает по фарму очень сильно у гирокоптера уже есть ботинки весь клеймор и даже наверное рискну предположить то что он делает лотар скорее всего на мой взгляд он делает лотар потому что сначала нужно купить клеймор чтобы ухать какой то плюс то уже только потом этот амулет за 1600 достаточно бесполезный да здесь так а если так делался как раз в общем ставка идет сильная на лайф стиллер он уже разожравшийся и помимо хэндов миндрас у него есть еще 200 голда и ботинок на силу что как бы скоро в ребяте вылится ему опять забыл рамлет хочу сказать сказать эмулет все время но не амулет рамлет ему нужен будет да здесь летит моего натыкается на андрейдинга и теряется теряется андрейдинг счет пока что 20 пользу команды 3d до подходит мика подходит зинк но они им лучше да и лучше уйти гирокоптер очень был достаточно сильно расформлен и в принципе как мне кажется они тут они бы тут потерпели поражение очень большое так ну вроде товар то еще жив как то но несомненно не тот герой немножко пошел на миг все дела против гирокоптера как то не очень смотрятся и гирокоптером вот так иру на невидимости да вот вот пара у него пошел я и говорил сейчас он подкрыл давайте посмотрим что это будет такой такой весь из себя гирокоптер просто если руна кончится просто используют лотар и все не знаю чего он ждет скорее всего ждет какой то помощи со стороны магнуса ну конечно лучше бы здесь не палиться так сильно да и начинается замес давайте посмотрим что сейчас происходит так так говоря вы сами видите теряется своя магнус его убивает гирокоптером карает андрейдинга остается снега гая кармико видимо тоже потерпел это он судя по времени он потерпел первым гирокоптером гирокоптером не заметил не заметил не заметил да не вижу еще от 6 0 честно говоря меня это не может я горчать гирокоптером да и как на чем миг это успел погореть не понял слегка на 4 фрага у моей лавы гирокоптер доминирует сейчас он еще забрал где-то драксира где это было а вот здесь понятно ну драксир все равно не фармит точнее фармит но очень-очень плохо 23 криппа на соло это как бы вообще не очень если уж так говорить тайт вроде тут же не фармит но он занимается достаточно важными вещами он и постакать успевает и по саппорте где-то и сам подкачивается постепенно да на газете на я делаю вышку на топе ой на миде извиняюсь запинать уже немножко сложно все назвать своими словами да моего здесь находится в поисках добычи и что я по всему она опять пойдет к этому 3 плов тут 4 5 и св 8 да мало опыта для них честно говоря а сирена как-то очень странно все время торчит на миде и опять забрали от деннинга честно говоря уже немножко нафидел это если я не ошибаюсь уже смерти как минимум 3 у него да и загоняет свена в угол просто просто в угол его загоняет так мика тоже пытается убежать о как он промазал найтмаром найтмаром третья билкой контролище приходит андейдинг и тут же умирает так давайте посмотрим сможет ли что-то сделать и цвен с ногой вместе блин гирокоптер на 4 хитах ушел какая обида просто на надо как-то убить эту тумбу а нет тумба то них блин немножко потупил да и вот вот это вот самое вот обидное гирокоптер ушел гирокоптер уже почти три тысячи скопилось я не знаю мне кажется ему в следующем стоит варить какой-нибудь дейдаус чтобы на урон и на крит было потому что либо нужно что-то собирать на скорость атаки а может она мкб будет делать тоже было бы неплохо для него по крайней мере да и там снизу на моде и достаточно уже разъелся вот у него армлет собр и еще до с половиной тысячи голда честно говоря не митки здесь ничего делать не может милки да нифига он разъелся очень сильно раскормлены лайфстилер по-моему здесь это уже в принципе похоже на гг потому что гирокоптера 3 убивать неким в дальнейшем тоже некий бой его убивать вот уже просто с руки бьет 150 так так он купил я хорошо хорошо купил я шум да тут волон пытается забрать кстати они забирают так 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 выдаем да и вполне что уходит от сына достаточно успешно да свэн а нет у свэна у свэна хелма файронвилл свэну нужно еще хелму файронвилл немножко немножко не понимаю зачем он ему что-то какая-то необычная сборка сли по всему идет да а тут милки как-то пытается терпеть но как бы по крипам я думаю уже видно и по счету тоже в целом конечно да сейчас скорее всего заберут лайфстилера все-таки кидается тумба это никаким третий скилл но да забрали все таки власти лет но в целом то все плохо все очень плохо 14 3 бежит магнус где-то здесь неподалеку они гирокоптер фарминг он уже 15 валон 6 в принципе это понятно гирокоптер это был кэри соло мид так сказать да умер тайт хантер сейчас должны должны по идее еще команда жди гейм забирать магнуса унифакши заберут сколько тут всего разваливается убили гирокоптера и умер мику ну да два к одному неплохой достаточно размен магнус уже ушел у магнуса есть блин дагер какое место непривычно честно говоря ребята простите не все получается сказать вообще не все очень сильно по сравнению с хорошими комментаторами действительно прошу прощения да ну фарм вообще колоссальный то есть больше опасность как мне кажется в будущем лайфстиллер который несомненно сейчас себе уже вот ну поэтому молотками я догадываюсь то что это будет не солято с его стороны за 400 осталось только купить рецептик на которой он уже почти нафармил армлет наверное не имеет смысл на криповку на год просто а крипы стакнутые были ну да тогда наверное имеет хотя тоже прохлада честно говоря у него хп достаточно да у тайга невероятно полезная ульта ну а так он здесь играет скорее роль саппорта это очень такая продуманная связка магнус больше выполнять чем тайт возможность своего сана из-за своих атакующих способностей так у бэйна что у бэйна дабл дэмэйдж зачем бэйну дабл дэмэдж объясните когда есть нога рядом хм ну ладно предположим что эта прохлада была сделана не специально и сейчас похоже намечается какой то замес мелкий тут как-то пытается не отлететь все таки от лайфстилера доигрывает с ним приближается майлав на своем гирокоптере да и вот пошел сейчас пойдет замес пошла ракетка в микро то есть сервер здесь облетает вот они скучковались команда ждите 3d здесь неподалеку уходит да это не 3d именно состав который играет на стреладере а это 3d это 3d фан состав это состоящий из стримеров всяких стримеров администрации игроков там различных ох какой за место так да и это это как бы это было ухил команды средием в разном обмен на гирокоптера и и шадоу демона судя по всему единственное что я могу сказать то что очень много было ульты и сильно зарешала ульта как мне кажется в будущем что то никто не вышел ульта гирокоптера решила все таки как-то нанесла много демейджа достаточно да ластилер еле еле живой а ну и ульт тайда да тогда понятно то есть ульт тайда потом ульт этого где-то одновременно и еще магнус воровался ну да логично собственно говоря двадцать восьми намекают здесь да и уже наверное все таки посмотреть опыт да опыта несомненно больше и в будущем будет больше у команды 3d фан текущие золото общая ценность вот более полезная ух ты ну здесь я думаю все видно как бы сэн конечно фармится но он не нафармил столько сколько нужно у бэйна с андейдингом гораздо хуже чем у шадоу демона и тальдхантера которые в данном случае играет роль саппортов так я уж думал гирокоптер опять кого-то забрал а он просто забрал себе бутылку руна ускорения и у гирокоптера есть манта собственно говоря теперь ему не стоит в принципе ничего бояться потому что можно подставить свои иллюзии так а у свена что у свена хелмов доминатор что в принципе честно говоря я сам поигрываю за свена не сильно понимаю то есть тебе хелмов доминатор нужен только если ты берешь крипа и стакаешь себе где то да здесь стак был только стак судя по всему делался под нагу что это они как то уже сами решают значит свен все таки это делает ну ладно предположим что так да но уже на самом деле для свена гораздо полезнее масков манас со скоростью атаки что в сочетании с третьей обилка и ультой дает огромную плюшку пошел стан а потом и контроль отмечает блин такой бред сейчас похоже мика заберут все таки на стиллер выкупился в игру да нет магнусы все таки а где магнусы нет магнусы забрали магнусы забрали забрали Мико сейчас Бэйна забрали да и команда же не импортуется защищать свой свои бараки свой т3 на бот пора бы наверно да и в стиле румер но добил похоже этот лайн да и теперь внешних вышивок у команды HDGame не осталось а у 3D их осталось аж 4 собственно говоря это тоже плюс для них естественно так смотрим все по всему команда 3D готовятся зайти но их тут ждут я не знаю почему они идут так талисман да талисман ну честно говоря я не знаю какие заварки идут честно говорить да и люди немножко приведут так он но никакого прока от этого нет особого за контроль или крипа да да и вот василер доделался десолятор у шадоу демона механизм есть у магнуса блиндаггер драм барабан аркан бутс у волона аркан бутс да стик пыль базила здесь что здесь его своя кристалис хобода минатор не хуже гораздо все дела очень плачевные потому что нога вообще никакая на самом деле дровы и укуп будет шелк честно говоря не решат и каждый день решают драться около расшана влетают ульты ульта тайда ульта ой в ноль в ноль в ноль в ноль в ноль а укил даже никого не потеряли и тут уже сказали то что гирокоптер сапал не забрала сапах коллеги да разделали просто подрек сейчас команда же ей здесь приняли куча стала была то есть пошли спала от магнуса пошел ульт магнус вошел ульт тайда вошел ульт мая лава то есть он включил еще эту штуку которая случайно стреляет то есть василер тоже постарался у него уже у него еще и гиперстол ну все да это гг позже как бы чтобы дети дуть время выходить команде hd game потому что тут ну как бы уже все на самом деле да но 3d как-то не сильно торопятся они не спешат забирать два раки забрали шадов демона забрали тренд хандера улочки геймунда бэй поэссона забрали это плохо на самом деле вот нага сражается забирая от магнуса да да и умирает сама нага и власти не выживет еще да нет 8 лет не выживает сейчас мало судя по всему тоже затерпит но у него есть и эгисы ему не сильно страшно да встает майла и сейчас возможно хотя нет все равно плохо учитывая то что с вами выкупился м да с вами выкупился определенно выкупился и дать все то есть да все плохо давайте откроем лучше общую ценность по ней видно лучше умирает опять бэйн какой то он совсем пушечный здесь свин скорее всего тоже рискует на место смена уйдет на своей третьей белки и опять вперед выдвигается жди киев попытки наказать этого наглого гирокоптера уже 21 гирокоптера еще есть четыре тысячи голды я у сонку купил до сонку талисман и что я его нужно то заварить блин что-то дорогое я помню этого варится копье нет ни копье не сатаник что это будет ну ладно забью я на это дело тут опять налон так это был ульт найди сейчас только что идет кастую тульс тайт кастую тульс гирокоптер его стиллер и что он сделал такого то что он забрал аж четырех жесть слушайте это просто жесть ну здесь разгромный счет г г хотя пауза вы что ребятки да смотрим смотрим ну да тут все еще свой не отключился как бы ждем его отключение увидел то что да все все отключились у команды людей ждем когда 3d просто возьмут и донесут все здесь уже лайфстиллер еще забирает немножко ну собственно говоря нас интересует именно самый момент победы красивая табличечка прочее прочее в случае которой можно будет уже поздравить 3d с их победой на все радио побеждают команда 3d fan побеждает если я не ошибаюсь кто то из них из этих пяти игроков маял что если опять же не сильно ошибаюсь так да и 3d выигрывают на этом кланваре собственно говоря на сегодня это все спасибо что смотрели мои так сказать не знаю хороший нехороший комментарий оценивать это вам в любом случае спасибо что смотрели вот будет в группе команды дожди гейм ну и на моем канале на джастине естественно да все спасибо всем пока а я пока подожду еще здесь сколько полторы минуты посижу немножко пока 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 пока